Добрый день, дорогие радиослушатели и телезрители. В эфире Якутск сегодня и у микрофона Розалия Ксенофонтова. Сегодня мы поговорим о проекте, который призван помочь родителям детей с особенностями развития. И сегодня у меня в гостях Юлия Смольникова, руководитель проекта «По полкам», а также Елизавета Зарубина, руководитель проекта благотворительного фонда «Харэсхау. Психолог». Здравствуйте. 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 И прежде чем мы начнем говорить о самом проекте, давайте начнем с того, как обстоят дела у нас в городе, как много есть мероприятий, активности, где родители могут собраться, посетить мероприятия либо сами и обсудить свой опыт, поделиться каким-то своим опытом друг с другом, либо посетить мероприятия с детьми. Мне кажется, сейчас ситуация по проведению мероприятий улучшилась. В первую очередь это связано с тем, что мы прошли этот пандемийный период и чаще стали встречаться в очном формате. И сейчас очень такое интересное становление понимания того, кто такой человек с особенностями, оно в каком-то таком интересном виде происходит, потому что раньше же было принято людей с инвалидностью прятать, о детях с особенностями не говорить. А сейчас это достаточно такая, не всегда, но чаще открытая история, когда мамы возводят блоги, делятся историями, и за счет этого мы сняли такой вопрос вывода этих мероприятий и семей в общественной пространстве. Сейчас их очень много, но иногда бывает так, что их слишком много. Ну, то есть существуют мероприятия, которые проводятся только благотворительным фондом, или есть какие-то активные родители, которые сами собирают уже, либо другие организации тоже? У нас достаточно маленький фонд, несмотря на то, что у нас очень много подопечных, более 4 тысяч, и нас очень выручают наши партнеры, в том числе библиотека SMART. Потому что, например, иногда можно замылить глаз в вопросах того, что нужно родителям, и тут нам на помощь приходят наши коллеги, которые тоже работают с нашей категорией и могут предложить что-то классное, интересное. Если говорить о том, как родители могут на таких встречах друг другу помогать и так далее, то с чем вообще сталкиваются родители, которые только начинают осознавать, что у ребёнка особенности развития? Тут какая может быть литература, может, возможно, какой-то не хватает, поддержки не хватает, информации? Ну, основная из сложностей, которые есть, на самом деле их много, и проблема заключается в том, что понимание того, что твой ребёнок отличается от того, какие у тебя были ожидания, это в целом достаточно травмирующая ситуация, потому что у тебя же были какие-то ожидания, а твои ожидания не совпадают с реальностью. Иногда бывает так, что семья сталкивается с материальными трудностями, могут возникать какие-то конфликты, и как бы это всё наслаивается друг на друга, и кажется, что проблема нерешаемая, ещё как бы кажется, что стыдно пойти к психологу, и вообще я же сам могу со всем справиться. И как бы если, например, вот у моих друзей ни у кого такой проблемы нет, они меня не понимают, ну и как бы поддерживают такими фразами, там, всё будет хорошо, нормально, там, не грусти, а на самом деле очень важно прожить вот этот вот период утраты, потери своих ожиданий в отношении ребёнка, и понять, как можно устраивать жизнь вокруг вот той жизненной ситуации, которая сложилась, потому что, ну понятно, что заболевания у детей могут быть разные, и понятно, что, например, наши семьи вообще очень такие, как сказать, вдохновляющие у них истории, потому что некоторые семьи прям перестраивают свою жизнь, кто-то становится предпринимателем для того, чтобы был более свободный график, да, кто-то открывает свои интересные проекты, НКО, кто-то волонтёрит, и это очень такая поддерживающая среда, потому что, ну, к нам простые люди не приходят, как бы, поэтому. Если говорить о мероприятиях разных партнёров, вы упомянули, что вот с библиотекой, да, проводите разные мероприятия, то какой опыт есть у других городов, которые можно тоже перенять здесь, которого, ну, пока нет в Якутске? Мне кажется, у нас достаточно такой очень открытый рынок, да, в этом плане. Мне не хватает мероприятий, в которые можно было бы интегрировать, то есть такие инклюзивные мероприятия, когда мы наши семьи и наших детей включаем в обычные мероприятия для всех, да. У нас сейчас немножечко есть такая вот разделительная полоса, когда мы проводим мероприятия только вот для детей с инвалидностью, а если, например, я не знаю, есть у моего там ребёнка что-то или нет, но я что-то подозреваю, я утрачиваю вот это время, ресурс полезный, и не понимаю, как бы, что делать и как с этим быть. Ну, то есть, в первую очередь, хотелось бы, наверное, вот к этому прийти. По количеству и по формату, мне кажется, у нас очень даже. Юлия, у вас, может быть, есть? Да, я с точки зрения библиотеки хочу рассказать, потому что мы в прошлом году познакомились в Москве с Российской государственной библиотекой для молодёжи и узнали, что они очень большую работу проводят для людей с аутизмом. То есть, это не только дети, но и взрослые, они проводят научные конференции, они приглашают туда людей с аутизмом, которые сами делятся своими пожеланиями, своими проблемами. То есть, родители, слушая их, узнают о том, о чём думает их ребёнок, что ему не хватает. И вот это взаимодействие людей с диагнозом и родителей детей с таким же диагнозом, это тоже очень здорово. Это происходит на базе библиотеки. Также эта библиотека постепенно оснащается именно тоже для людей с особенностями, чтобы всем было комфортно. Есть сенсорный уголок, куда человек может прийти, если ему вдруг стало неудобно, некомфортно находиться в большом людном месте, и там отдохнуть, перезагрузиться. И это тоже очень важно, и нам тоже бы хотелось этот опыт перенимать и в будущем тоже оснащать свою библиотеку ещё более, чтобы она стала ещё более инклюзивной и доступной для всех людей. Елизавета, вы очень хорошо отметили, что сейчас есть некая полоса, разделяющая мероприятия для людей с инвалидностью и особенностями в развитии и без. Как нам вот эту линию как-то начать убирать, и какие основные моменты организатор мероприятия может учитывать, если хочет начать создавать какие-то, организовывать мероприятия инклюзивного характера? Мне кажется, одна из проблем лежит в той плоскости, что мы не понимаем, как люди, которые, например, не сталкивались с каким-то из заболеваний, как оно протекает и как моё мероприятие может стать инклюзивным. То есть, например, когда мы говорим «у этого ребёнка аутизм», и я, например, когда читала недавно лекцию, и вот у педагогов спросила «какой у вас первая ассоциация с новостью о том, что к вам в класс придёт ребёнок с аутизмом?» Так вот, позитивной ассоциации не было ни одной. То есть, это была проблема, вопросы, плохое поведение. То есть, это как бы первый ответ, который встречает человек, когда возникает мысль о том, что на мероприятии будет человек с особенностями. И я сразу говорю, ну вот смотрите, у меня тоже есть некоторые особенности, я как-то представляю какую-то проблему для вас. Я говорю, да нет, я говорю, ну вот видите, а если бы я вам сказала, то вы бы тоже как бы думали, что что-то вот не так. Очень важно просвещаться в теме волонтёрства, понимания вот нозологии, что они бывают разные. Понятно, что иногда, например, инвалидность настолько, ну как бы серьёзная, да, что человек вынужден вот получать только палеотивную помощь, и только это поддерживает его жизнь, да, на самом деле. Вот. И очень важно, как бы, ну например, с одной стороны, смотрите, мы говорим про инклюзивность, но мы проводим конкурсы красоты, где отбираем женщин с определённым параметром тела, например, даже вот если так, да, с определённым ростом. И это достаточно так немножечко. Мы, например, говорим, что мы за всех, за всё хорошее против всего плохого, но мы проводим конкурсы для детей, где они должны обязательно соревноваться, и у нас будет лучший ученик в группе, ну то есть как бы вот немножечко не соответствует вот декларируемая наша вот ценность, да, какой-то реальности, с которой мы сталкиваемся. И очень важно, ну организаторы начинают включать вот эту категорию только, когда они сталкиваются в личном каком-то формате, либо кто-то из их близких столкнулся. Например, когда, вот я всегда привожу как бы свой собственный пример, то есть мне казалось, что, ну как сказать, пусть дети с инвалидностью там учатся в своих школах, у них там всё будет хорошо и прекрасно, и как бы почему вот всё время так было, да, чего там эти мамочки, чего им не хватает. И потом, когда я прошла этот личный путь, и я поняла, что они хотят и говорят, очень важно доносить вот, ну как можно интегрировать, это самое главное. Ну, то есть проводить информационные какие-то мероприятия вначале, да, и потом уже и учитывая обе стороны. Перейдём давайте к проекту по полкам, который у нас стартовал в этом году на базе библиотеки, и это такой тёплый, дружеский проект, который объединяет родителей, любителей книг ещё, можно сказать, да. Юлия, пожалуйста, расскажите о том, как родился этот проект. — Да, проект стартовал в июле этого года, то есть вот буквально несколько месяцев назад, пару месяцев, но идея пришла ещё в начале прошлого года, когда мы заказывали книги в библиотеку, и я поняла, что у нас очень мало книг, специализированных книг для родителей. У нас есть книги для родителей в целом, то есть вот «Ленивая мама», вот те книги, которые каждая мама может прочитать и найти что-то для себя, но проблема в том, что мама ребёнка с особенностями для себя очень многих ответов там не найдёт, потому что ребёнок развивается абсолютно по-другому, не так, как написано вот в тех книгах. И поэтому вот мы с Елизаветой поговорили о том, что книг таких очень много, но у нас их почему-то нет. И давайте как-то сделаем так, чтобы они у нас были. Было принято решение сделать сбор денег, да, донатов, чтобы закупить несколько хотя бы книг для родителей особенных деток. Это будут книги и в целом, да, то есть особенные дети, как их принять, как их понять, поддержать, помочь, как строить свою жизнь вокруг них, как встроить их в социум. И есть книги такие более узконаправленные, они рассказывают про диагнозы различные, да, про то, как помогать ребёнку именно вот с таким диагнозом, да, что делать, какие пути выхода есть, какие пути развития есть. И что мне очень нравится в этих книгах, они очень часто делятся историями, да, рассказывают о том, какой путь проходит конкретный родитель, да, и чего он добивается, чего он достигает. И вот мы объявили сбор ещё в декабре прошлого года, собрали чуть больше 6 тысяч рублей и заказали 19 первых книг, которые как раз пополнили полку, да, полка – это у нас физическая, она находится в смарт-библиотеке, отдельная, да, у нас там написано, что это полка проекта, и там размещены книги как раз вот для особенных родителей. Книги пользуются популярностью, я смотрю раз в неделю, мониторю, какие книги уходят, какие приходят, их заказывают со всего города, из других библиотек, так у нас тоже можно делать. Если к вам, например, близко находится библиотека не смарта, какая-то другая, вы через свою библиотеку можете заказать книгу, и вам её туда привезут, в вашу удобную для вас библиотеку. Вот. И книги постоянно выбирают. На руках? Да. Вот, например, я сегодня принесла показать книгу, хотя она у нас закуплена в трёх экземплярах, это понимание аутизма, но все три экземпляра на руках постоянно, то есть они меняются, я смотрю, что это разные люди берут, но они постоянно меняются, поэтому я принесла сюда свой экземпляр, вот, потому что, ну, надо показать, это такая самая популярная у нас книга со всей полки. Давайте сделаем небольшой обзор, какие-то книги, о чём они. Да, я сюда принесла как раз самые популярные книги для наших родителей, это вот первая книга, я могу её прямо вот так показать. Давайте покажем. Вот, понимание аутизма, это книга как раз про путь родителей, детей, у которых аутизм, но у всех аутизм разный. И, во-первых, когда родитель узнаёт, что у ребёнка аутизм, он должен понимать, что это всегда разное, да, это всегда. И вот как раз авторы этой книги, они показывают путь нескольких детей от начала постановки диагноза и до взрослого возраста, ну, точнее, когда ребята уже поступают в колледж, кто-то, кто-то ещё что-то делает, ну, уже такого 18-летнего возраста. Какой путь проходят родители, что делают, к каким специалистам обращаются, как рассказывают семье и друзьям, как реагируют. Ну, то есть вот это всё очень разное, в каждой семье это проходит по-своему. И авторы нам это рассказывают. Очень хорошая такая книга. Ещё одна книга, она тоже очень популярная, «Анатомия речи». Она даже не для родителей, детей с особенностями, а когда родитель только видит, что ребёнок начинает вот отличаться. Очень часто, да, у родителей возникает вопрос вообще, почему мой ребёнок не говорит, а его ровесники уже болтают. Многие слышат, ну, после трёх заговорит, после четырёх заговорит, вот это вот самое больное, да. И автор книги, это российский логопед, она рассказывает вообще, на что обращать внимание, как помочь ребёнку, как не пропустить вот этот момент ранней помощи и к кому обращаться первым. Да, родители зачастую не знают вообще, куда бежать, куда податься, и врачи им не сильно в этом помогают. Поэтому вот такие книги, они тоже очень хороши, потому что не всегда даже в твоём городе есть эти специалисты. И мы вот онлайн тоже можем сейчас пользоваться благами цивилизации. Вот. И, кстати, вот книга «Я особенный» — это всё из одного издательства, три книги «Особенные дети». «Я особенный» как раз тоже о том, как начинается путь родителя, когда он узнаёт, что его ребёнок особенный. Как помочь себе, как помочь ребёнку, как найти специалистов, как найти специалистов онлайн, какие препараты прописывают, и стоит ли их вообще принимать, ну, о чём нужно подумать. В общем, тоже такая очень хорошая книга, тоже «Наши российские логопеды» и «Психолог». Два автора, да, у неё. Ещё одна книга, она тоже очень такая популярная. «Ваш особенный ребёнок идёт в школу». Вот здесь как раз эта книга такая более широкая, потому что она разбирает разные диагнозы и рассказывает про то, как ребёнок с разным диагнозом может пойти в школу, отреагировать на неё, какие могут возникнуть сложности и какие могут не возникнуть, на что вообще можно, например, не переживать, да, из-за чего. Она у нас была популярная как раз в период начала школы, да, в сентябре, в августе её у нас тоже не было. У нас их два экземпляра, кажется. Ну, по ней видно, что её много раз, да, берут. Наверное, надо популярные закупить ещё, да, для тиражирования. Вот, по крайней мере, понимание аутизма, я её вообще уже постоянно как-то берут, и очень быстро. И вот тоже «Особенные дети» — это тоже книга такого более широкого профиля для родителей, которые просто хотят понять, принять. И, ну вот, про помощь себе — это тоже же очень важно, да, не только ребёнку помочь, но и себе. И вот такие книги, они очень хорошо рассказывают о том, что человек не один, и что с его проблемой сталкиваются многие люди во многих странах. И, как бы, наверное, от этого тоже может стать полегче. Какие уже, сколько уже встреч прошло, какие темы обсуждались? — Вообще, именно по книгам мы пока встречи не проводили, потому что они у нас вот всегда где-то. Так у нас проводятся встречи на базе библиотеки вот не так давно, тоже летом, по-моему, в августе, приходили родители детей с аутизмом, тоже разговаривали, про книжки мы им рассказали, да, тоже презентовали проект. И периодически, когда у нас большие мероприятия проходятся в фондах Арсхал, мы тоже эти книги показываем родителям, ну, чтобы они знали, что вот когда они ребят приводят к нам, у нас проводятся кружки, да, и родители пока ждут детей, как раз могут спуститься в абонемент, взять книгу, почитать, посидеть или одолжить её к себе домой. То есть это очень тоже удобно, потому что у нас родители всё равно сидят в коридоре, и вот для них... — Чтобы в телефон не сидели. — Чтобы, да, полезно проводить время тоже. А какие наиболее частые вопросы бывают у родителей? Какие темы самые актуальные, которые обсуждаются? — Мне кажется, наш проект стал ответом на такую немножечко волнующую меня и, мне кажется, и Юлю эту же ситуацию. Когда мы объявили сбор, мы думали, что мы будем принимать книги и донаты. И когда стало понятно, какие книги люди сдают, стало понятно, почему всё не очень хорошо. Потому что это такие книги из разряда... — Непрофессиональная литература. — Да, о которых мы расскажем чуть-чуть попозже. — Ага, да, мы прерываемся на небольшую рекламу. Далее мы продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Встретимся с вами буквально через пару минут. Мы продолжаем наш эфир. Напомню, что сегодня у меня в гостях в студии Юлия Смольникова, руководитель проекта по полкам смарт-библиотеки, и Елизавета Зарубина, руководитель проекта благотворительного фонда HRS-HAU, психолог. И говорим мы сегодня о проекте и о мероприятиях, которые направлены на объединение родителей, детей с особенностями развития, а также по теме инклюзивных мероприятий. И мы прервались на том, какие книги люди обычно приносят, когда мы объявляем сбор книг на определенную тематику, касающуюся детей с инвалидностью и особенностями развития. Меня как специалиста беспокоит то, что когда у нас возникает какая-то ситуация, мы всегда, ну наш мозг хочет найти ответ на этот вопрос. И в ход идут различные маркетинговые, не совсем всегда этичные моменты, когда, например, ребёнок с инвалидностью в семье объясняется как последствиями кармы. Ну вот, да? Что это такое, да? Вот. И когда мы задумывали свою идею по полкам, мы хотели, чтобы был некоторый фильтр в понимании научности, доказанности и какого-то такого экологичного и поддерживающего опыта. Потому что есть некоторые книги прям с таким агрессивным подтекстом, которые, наоборот, не поддерживают, а как-то вот утомляют. И было принято решение всё-таки остановиться на сборе донатов, потому что мы достаточно длительное время собирали свои первые вот донаты. И для понимания того, какие это книги могут быть, мы как раз вот подбирали и поняли, что вот это то, что мы готовы сейчас заказать. Вот. Мы открыли сбор на платформе «Пользуйся случаем». Ну, стоит отметить, что благотворительный фонд, когда, ну, как официальная организация, мы принимаем пожертвования от наших, ну, всех людей, кто хочет это сделать, необходимо зайти на платформу «Пользуйся случаем». Там есть страничка нашего проекта. Мы тогда подгрузили новость о том, что мы купили, да, то есть мы как фонд отчитываемся о том, что в каком количестве мы купили, где разместили, как это пользуется, вот используется, да, в рамках того, о чём мы говорили. И у нас сейчас стоит острая потребность в том, чтобы, ну, как-то расширять количество экземпляров, увеличивать количество экземпляров, и также закупать какие-то новые книги, которые могут, например, быть недоступны конкретно какому-то читателю. Ну, потому что та литература «В пользу», которой мы сделали выбор, она профессиональная и не всегда бюджетная. То есть иногда, например, стоимость книги может доходить до 3-5 тысяч рублей за один экземпляр, что, конечно же, не очень такая. И, значит, будет продолжен сбор средств, да? После того, как мы провели своё первое мероприятие, мы дооткрыли свой сбор до 1 сентября. Но, к сожалению, кажется, мы сделали это не совсем в тот момент, когда нужно привлекать внимание к этому вопросу. Я вот, мне сейчас пришла в голову идея, у меня в конце октября будет день рождения, я зарегистрируюсь и буду просить своих коллег и людей, которые хотят мне что-то подарить, я надеюсь, они хотят, чтобы они сделали донат, и мы купили книжечки. Ну, да, поэтому, пользуясь случаем, пожалуйста, подарите нам донат для того, чтобы у наших родителей была возможность получать проверенную классную профессиональную информацию из первых уст. А куда могут люди обратиться? Куда позвонить могут? К кому обратиться? Ну, вы можете обратиться... Ну, мы всегда направляем в 2GIS, вы можете там забить наименование фонда, да, фонд Харсхал, либо смарт-библиотеку, позвонить и спросить, как можно сделать перевод. Можно я ещё добавлю, да, почему мы вообще решили эту историю с донатами открыть? Потому что, когда закупаются книги через библиотеку, это, как правило, занимает несколько месяцев, и невозможно заказать, например, 5 экземпляров одной книги. Ну, потому что нам же нужны разные книги в библиотеку, потому что к нам приходит очень много разных людей, и им нужны книги, да. Поэтому через библиотеку это будет намного дольше и меньшее количество экземпляров, чем на самом деле нужно нашим родителям. Вот, ну, как мы уже, да, упоминали о том, что вот понимание аутизма, у нас 3 книги есть, и они вообще всегда на руках. И нам нужно, по идее, ещё несколько экземпляров, чтобы родители смогли брать и читать, и, ну, не ждать, да, очереди своей. Поэтому с донатами эта история проходит намного быстрее, и мы уже сами выбираем, чего, сколько взять, исходя из потребностей именно вот этого вот круга, который мы хотим охватить. Спасибо. А с какими ещё вопросами чаще всего обращаются родители? На что лучше обращать внимание? Ну, вот момент до того, как родитель поймёт, что ему нужна помощь, и он начнёт её где-то искать, это такой, знаете, иногда это процесс, который затягивается на года, и очень важно, чтобы ответ пришёл вовремя. У нас есть иногда такая история, когда мы не доверяем местным специалистам, ну, в силу каких-то там определённых причин, да, кто-то считает, что, ну, как бы кто-то стесняется пойти к психологу, потому что как будто бы город маленький, да, в общем, много различных каких-то ситуаций, которые немножечко вот задерживают вот этот вот вопрос понимания того, как я могу помочь своему ребёнку, потому что родитель может не всё это нужно признать, ну, как бы если бы родитель был бы таким вот универсальным солдатом, тогда бы у нас специалистов бы и не было, да, и очень важно вот этот вот вопрос как будто бы решить и в семье, как мы будем, какую мы вот стратегию поведения выберем, да. Нужно подобрать ребёнку занятия, определиться с образованием, ещё нужно не забывать про других детей, если они есть там, или про свою какую-то профессиональную или личную самореализацию, да. И иногда книга – это самый вот оперативный и понятный, и быстрый способ получения информации. Плюс ко всему, ну, на самом деле, это такой, знаете, способ выкроить время для себя, когда тебя никто не должен трогать, потому что когда мама читает, это она не просто в телефоне сидит там, да, и что-то лайкает, это прям такая высокоинтеллектуальный труд, в который нужно инвестировать время. Вот. И если говорить о планах проекта, то какие встречи планируются, какие темы будут обсуждаться? Мы, наверное, позовём наших родителей, чтобы они поделились своим ощущением, мнением того, что они узнали, почитали. Также хотелось бы привлекать профильных специалистов по тем, на которые наша литература отвечает на какие вопросы. Ещё кого позовём? Ну, вот мы хотели в этом году, но немножко у нас не получилось, да, на следующий год уже запланируем по поводу того, как подготовить особенного ребёнка к школе, как раз вот то, что эта книга у нас пользуется. У нас в фонде был вебинар с психологом и нейропсихологом, но, кажется, люди в этот момент копали картошку. А, да, возможно. Мы на Ютубе разместили материал, можем поделиться. Очень актуальная информация. Да, она каждый год как раз актуальна, и поэтому просто каждый год это разные люди, которым всё заново нужно будет рассказывать. И вот эту книгу уже брали, и, видимо, с весны начнут брать опять в большом количестве. Если говорить об инклюзивных мероприятиях, то сегодня ведь уже есть много чего, что проводит фонд для детишек. Какие это кружки? Чему дети учатся? Ну, мы очень благодарны смарт-библиотеке, потому что мы, к сожалению, ограничены в возможностях проведения мероприятий, а их у нас достаточно много. И библиотека всегда предоставляет нам возможности для проведения мероприятий, в том числе наших творческих студий, которые есть в фонде. Это, например, кружок по глинотерапии, мультипликационная студия. Также у нас скоро стартует наша театральная студия. И очень важно отметить, что, поскольку студия у нас инклюзивная, записаться может любой желающий. Понятно, что, опять же, количество мест немного ограничено, но мы бы очень хотели, чтобы в наши кружки записывались не только дети с особенностями, но и их нейротипичные, так сказать, обычные сверстники, для того, чтобы была вот эта интеграция, инклюзивность. И, мне кажется, следующим витком нашего проекта была бы такая вот возможность объединения специалистов, потому что они также нуждаются в предоставлении какой-то качественной, полезной, хорошей информации, которую они могли бы взять в свою работу. И это вот такое, знаете, создание комьюнити, когда можно прийти, попить чай, обсудить какие-то кейсы для того, чтобы был вот такой интерактив. Ну, действительно, вообще смарт-библиотека, по-моему, со дня открытия мечтает о таком проекте и пространстве, куда могли бы приходить все абсолютно, общаться друг с другом. И если приходит, например, человек с аутизмом, то он мог бы найти себе место, где он может восстановиться и вновь начать либо читать книги, либо посетить дальше мероприятия. И думаю, что в скором времени, раз появился уже такой проект, то эти мечты смогут стать реальностью. Да, мы как раз сейчас хотим сделать сенсорный уголок, но это скорее для ребёнка будет, чтобы ребёнок, если он перегрузился, ему сложно совладать с собой, чтобы он мог воспользоваться шумопоглощающими наушниками, чтобы он мог взять какие-то сенсорные игрушки, чтобы успокоиться, прийти в себя, потому что это, конечно, тяжело в первую очередь ребёнку, ну и родителю, который немножко тоже не знает, что делать, и мы бы могли помочь. Потому что к нам детки ходят разные, и на мероприятия фонда, и просто приходят, и на экскурсии с детскими садиками, и со школами. Поэтому вот это будет такая наша небольшая помощь тоже и родителям, или руководителям, да, смотря с кем ребёнок пришёл. Ну и в дальнейшем хотелось бы тоже расширяться, да, чтобы ребята могли общаться, ребята могли, ну и родители тоже. То есть мы же проводим, у нас есть комната библионяни, куда дети могут пойти без родителей, да, с присмотром наших библиотекарей. Родители в это время могут тоже чем-то другим своим заняться, выбрать книги, хотя бы успеть очень быстро, если ребёнок не хочет оставаться, например. Ну то есть вот это пространство смарт-библиотеки, оно как бы располагает к тому, чтобы к нам приходили семьи с детьми и с детьми разными. И вот нам бы хотелось, чтобы это было чаще и больше. Если говорить, вернуться к книгам, то планируются ли такие полки размещать на площадках каких-то других организаций, возможно, в другие филиалы централизованной библиотечной системы города Якутска? Ну, поскольку у фонда есть филиальная некоторая сеть представителей, которые работают у нас в районах, к концу года их планируется более 15 представителей. Мы бы хотели, но это такая, знаете, наша очень глобальная, интересная мечта, когда вот все наши экземпляры книг могли бы быть размещены в разных уголках республики, потому что, например, иногда вот связь, перебои со связью не позволяют быть в зоне доступа и как-то вот не получать актуальную информацию, что значительно ухудшает качество жизни семьи с ребенком с особенностями. Я думаю, что если библиотеки изъявят свое желание принять участие, мы будем рады поделиться с ними опытом и рассказать о том, какие книги важно закупить на первом этапе. Ну и, конечно же, этого ничего не будет, если те люди, которые принимают участие в сборе средств, как-то вот не поддержат нас, так сказать. Поэтому поддерживайте нас. Мы откроем новый сбор на платформе «Пользуйся случаем». Плюс этой платформы в том, что полностью прозрачно, то есть как бы эта организация, которую вы переводите, она переводит денежки в фонд, мы закупаем, потом отчитываемся и прикладываем все документы о том, что мы вот, например, книги передаем по акту передачи. То есть как бы всё достаточно серьёзно, прозрачно и, самое главное, понятно, где это и как потом можно посмотреть. Да, как раз-таки про распространение книг и по филиалам благотворительного фонда, и по районам ЦБС. Тут, наверное, может благотворительный фонд и смарт-библиотека как раз объединиться и проводить какие-то обучающие мероприятия для представителей филиалов и районных ЦБС, как начать проводить какие-то инклюзивные мероприятия, с каких форматов лучше начинать. Да, у фонда как раз в этой тематике есть уроки доброты по тому, как общаться с людьми с разными нозологиями, так сказать, нарушенного развития. И самое главное, чтобы исходила инициатива и была готовность попробовать что-то новое. Ну, в других филиалах ЦБС есть тоже книги, они не объединены в полку, но я когда проверяла вообще, какие у нас есть книги, по ЦБС тоже есть такие. Просто они ещё стоят на полочках, и родители, если нуждаются, они, наверное, могут попросить помощи библиотекарей, и библиотекарим поможет. Поэтому, конечно, мы вот эти книги тоже распространяем по ЦБС. Если я уже говорила в начале, что любой человек может прийти в любую библиотеку города Якутска, попросить нужную книгу, библиотекарь ему поможет заказать, через несколько дней она прибудет в нужную библиотеку, и человек её спокойно возьмёт и в эту же библиотеку вернёт. Ему не нужно, например, ехать именно на 203-й микрорайон. Поэтому это тоже очень удобно, и можно держать книги, так скажем, в одном месте. Но если надо, они могут путешествовать по городу, и это вообще несложно. Можно это делать даже через сайт, не выходя из дома, просто выбрав библиотеку, которая человеку нужна. Если вот нас сейчас слушает какой-то активный родитель из какого-нибудь района нашей республики, у него тоже появилась такая идея начать собирать вокруг себя таких же родителей, то к кому он может обратиться, каким опытом вы можете поделиться? Преимущество реализации проектов внутри фонда заключается в том, что каждый вот наш проект, он оформляется как кейс. И это сделано для того, чтобы любой человек мог взять и как бы повторить. Мы готовы поделиться опытом того, как открывается сбор на платформе, как это выглядит, где закупать книжки, как это сделать более выгодно, да, как их правильно поставить на учёт. То есть вот этот вот опыт, он будет очень полезен. Но самое главное, если вы активный родитель или специалист, вам нужно найти библиотеку и подружиться там со специалистом, который поддерживает вас и сможет разместить эти книги, потому что, ну, если понятно, вы будете размещать это где-то в определённой школе или у кого-то дома, это не совсем удобно. Это должно быть пространство общего пользования, которое позволяет, ну, как бы, к которому есть доступ у разных людей. — Чем сможет помочь библиотека, если обратятся коллеги, например, из других районов? — Ну, на самом деле мы можем поделиться списком, да, в первую очередь той литературы, которую мы собирали. Можем рассказать о том вообще, как мы проводим мероприятия, да, как к нам приходят родители, как к нам приходят дети, посоветовать, какие книги пользуются наибольшим спросом, потому что действительно, когда в первый раз заказываешь, ну, немножко наугад всё равно, да, действуешь, что более интересно, что менее интересно. Я, например, потом сама ещё покупала книгу, потому что я её себе купила, вот эту анатомию речи, и поняла, что она очень классная и родителям поможет. Я её купила, и вот так под конец уже оформления эти книги тоже она вошла в проект, и я увидела, что её родители прямо очень хорошо берут. Вот я тоже свой экземпляр принесла, потому что её уже, ну, очень редко можно встретить на полке. И мы уже как раз сможем дать советы, что закупить, и что действительно нужно. Юлия, Елизавета, огромное вам спасибо за сегодняшний эфир. Если возникают какие-то вопросы, если хочется сотрудничать по тематике родителей детей с аутизмом, с особенностями развития, с инвалидностью, то можете обратиться в смарт-библиотеку, в благотворительный фонд Харасхау. Всем спасибо за внимание и до встречи в эфире.